друзья приветствую сегодня 6 января суббота 24 года с вами всегда андрей рыбин и не делюсь вами то что вокруг нас как говорила ранее тайн не существует нигде все тайны только в головах людей которые думают что вот от них все все закрыто в действительности совершенно не так потому что мы являемся частью этой вселенной так вот сегодня хочу с вами поделиться о том что происходит что будет происходить значит первое скажу то что происходит это все абсолютно спланировано если кто-то думает что это вот стихина что вот там все побежали революционный майдан или там где-то там революция в индонезии или там афганистан там захватывают или выходят и прочее прочее то я вам скажу это полная иллюзия дело в том что это все планируется совершенно не теми людьми которых вы видите но повторяю все это абсолютно логично планируется то есть ставится цель и дальше разрабатывается стратегия как эту цель достичь причем обязательным условием есть аналитика то есть план а план б класс план c ну вот и все это разрабатывается и посему ничего не происходит неконтролируемо это самое первое условие то есть все абсолютно должно быть подконтрольно по другому никак то есть люди которые за этим стоят по другому они не могут представить себе то есть если это не подконтрольно то это крах им им и им любим то есть обязательным условием является контролируемая ситуация ну в частности допустим вот пример тоже например война украины россии как ее сделать контролируемой ведь если например две страны там сражаются одна с другой проламывают головы люди идут с одной и другой стороны как этот процесс сделать контролируемым казалось бы невозможно это это те люди которые там недалеки для того чтобы сделать процесс контролируемым для этого необходимо контролировать хотя бы одну из сторон лучше конечно в идеальном варианте две стороны вот но при этом более значительные затраты будут вот достаточно контролировать одну сторону каким образом контролировать ее в данном случае контроль поставки вооружения то есть как раз создавая условия вот через эту коррупцию коррупцию чтобы не производилась местное вооружение и чтобы страна полностью зависела от поставок западного вооружения вооружения снарядов финансовая поддержка все таким образом регулируя вот эти поставки регулируется и исход войны то есть кто-то там чего-то пытается в бой мы там всех разгромим раз прикрыли краник при этом главное им этого не говорить о том что идет контроль краник приписать то вы знаете к сожалению у нас от своей терки мы вам дадим обязательно дадим но чуть позже может быть ну не столько сколько планировали может меньше но но вы надеетесь то есть таким образом война любая война она будет контролируема также как революция точно также контроль идет через те же финансы и через тоже вооружение вот то есть верю повторяю главным условием является это контроль тех действий которые происходят это 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 первое что это сказать второе тоже повестка дня это контроль население глобальном масштабах значит это так называемая вот эти вот генная технология что это значит для чего она нужна ну например для того чтобы фермеры фермеры не могли производить там культуры самостоятельно то есть они должны покупать семена для того чтобы сеять то есть для того чтобы земля то есть прорастали семена плоды были дальше там фермеры продавали их и содержались поэтому достаточно контролировать поставку семян и все вы контролируете все не фермеров и людей которые покупают эти продукты питания как же контролировать семена если сами плоды производят семена то есть вы берете например там яблоко а там в нем семена можете посадить и они прорастут или там черенки брать вот там те же там пусть помидоры до семена помидор человек съел помидор а а там нем там 50 100 семян внутри взял семена посеял опять выросла выросли эти плоды помидор вот поэтому нужно разработать технологию по которой будут производиться плоды без таковых семян то есть если семян нет в плодах значит соответственно фермерам нечего садить им нужно идти покупать семена причем опять они садят эти семена те прорастают дают плоды которые без семян опять то есть плоды они продают и опять идут покупают семена таким образом вот фермеры являются зависимыми от поставщиков вот и соответственно их можно контролировать во первых поднимать цены какие угодно то есть поднимайте цены соответственно поднимает фермеры вынуждены поднимать цены на тот товар помидоры и там прочее так соответственно люди выбор имеют либо покупать либо считать что им деньги куда на лекарства либо на продукты питания вот таким образом можно контролировать людей кто-то скажет ну как же так это сделать чтобы не было семян давайте я вам пример приведу который вот даже великобритания лично это где-то полгода назад это уже купил помидоры разрезаю нету ни одного семени причем не то что там один помидор 23 все помидоры которые я купил причем там произведены они были в испании вот ни один помидор не имел семени соответственно для того чтобы их опять сеять нужно идти покупать вот вот недавно я купила сладкий перец аналогичная ситуация точно также вот я даже взял один один перец до для примера такой это сладкий перец сладки они такие даже разноцветные тоже написано произведено в испании вот я давать это приватную перец я разрезаю его вот показываю полностью никакого никаких семян ничего нету вот вам показано уже так сказать то есть это сладкий перец раньше всегда было обязательно были семена которые можно потом садить и пол прорастает получается перец вот и сейчас все большим то есть для того чтобы выродились вот эти вот сорта которые имеют семена для этого нужно производить больше и больше больше вот таких вот пусто пусто цветов пусто плодов без семян соответственно когда них масса будет большая все достать те сорта которые с и семенами будет очень и очень и очень трудно посему людям говорю если вы вот кушаете есть там семена собирайте семена во первых их можно долго хранить во вторых они вам понадобятся я тоже самое даже перцы когда вот я им есть которые семенами еще их стараюсь в кулечке бумажные кулечки чтоб сохранялись они оставляйте потому что потом мы не будут на вес золота для вас же потому что вот это вот это ничто вот и воду и дальше будет больше 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 вот ну давайте еще такой пример приведу опять примеры жизни который вы можете то есть все что о чем я говорю вы можете проверять эти мне не нужно неправду говорить потому что все о чем я веду и веду перед создателем вот великобритании например собственно откуда я это узнал у меня один приятель хороший он фермер и вот он выращивает поросят свиней так вот он не имеет права абсолютно не имеет права кормить свиней ничем иным кроме как покупать вот этот вот комбикорм то есть в мешках он должен идти вот это покупать производители ничем другим не разрешается кормить свиней то есть то что я вам говорю вы знаете у нас еще когда я был то маленьким села ездили так кормили всегда тем что остается вот там семья ест остается какие-то там остатки все что угодно и картошки борщи ну то есть все что отходы оставались все свиньям скармливали и свиньи все ели не таким образом держали свиней чтобы ничего не выбрасывать но он нет нет нельзя правительство не разрешает только вот кормить вот такими вот идти покупать вот этот комбикорм то есть таким образом при выращивании свиней уже ставят зависимость от поставщика который может диктовать цены легко вот и выхода у фермера нету вообще пусть он должен покупать еду для того чтобы производить вот этих вот свиней для того чтобы продавать а в эту еду можно все что угодно вкладывать и даже комбикорм смешивается различные химикаты таким образом можно воздействовать на то что люди потребляют весь через комбикорм через питание это все идет в само животное которое затем люди потребляют пищу и теперь переходит это к ним то есть эти антибиотики все 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 что угодно вот так что это вот абсолютная реальность я вам говорю как это есть вот как это избежать да никак вы это не избежите единственно это через развитие человека учитесь познавать себя познавать ваши потребности познавать сколько вам требуется пищи на самом деле